В предыдущей передаче я говорил о том, что основная тяжесть борьбы с отрядами вооруженной оппозиции легла на плечи войск специального назначения. Это совсем не говорит о том, что остальные части подразделения ограниченного контингента советских войск не участвовали в проведении боевых операций. Это совсем не говорит о том, что кроме войск специального назначения больше никто не воевал. Проводились крупные армейские операции по ликвидации бандформирований, в частности в Паншерском ущелье, где хозяйничал Ахмат Шах Масуд, которого за все время, во все годы нахождения нашего ограниченного контингента сами афганцы называли Паншерским львом. Это был один из самых, если не самый непримиримый полевой командир, который поставил перед собой целью борьбу с правительством правящей партии. И его влияние распространялось на очень обширный район, его родовое поместье в Паншерском ущелье. Сейчас, когда говорят о том, что наших мальчиков бросали в пекло войны, и матери оплакивали своих сыновей, часто забывают о том, ради чего все это было сделано, ради чего это делалось. Лучше всего это можно оценить, опять же, в сравнении. Все познается в сравнении. За все годы войны, нахождения и ведения боевых действий на территории Демократической Республики Афганистан более, немногим более 15 тысяч военнослужащих погибли. Это только погибшие. Но ради чего все это делалось? Уйдя из Афганистана, мы тем самым потеряли и свою страну, и потеряли свое влияние в мире. Говорить о том, что наши войска вводились неподготовленные, это очередная ложь, и это очередное заблуждение, которое не соответствует действительности. Если говорить о войсках специального назначения, то на территории Советского Союза в местах постоянной дислокации бригад специального назначения, учебных центров проводилась плановая работа по подготовке. Подготовке и офицерского состава, и сержантского, и рядового состава. Это учебные подразделения, которые готовили снайперов, командиров отделений, минеров, связистов. И туда попадали не все. И отбор туда был достаточно специфический. Люди, которые приходили в отряды специального назначения, они проходили жесткий отбор, и идя, попадая в части специального назначения, они прекрасно понимали, с чем им придется столкнуться. Но я уже говорил, что была развернута мощнейшая машина агитационно-массовой работы, пропагандистской, политико-воспитательной работы. В советской армии в каждом взводе был агитатор, политинформатор, который проводил беседы, который рассказывал об обстановке, который доводил до каждого военнослужащего целей и задачи, стоящих перед подразделением. Морально-боевой дух в подразделениях был очень высоким. Это не просто слова. Еще будучи курсантом военного училища, на момент ввода наших войск в Афганистан я сам писал рапорт с просьбой направить меня для дальнейшего прохождения службы в Демократическую Республику Афганистан с целью указания интернационального долга. Я был не единичным случаем, я был не единственным, кто изъявлял такое желание. На моих глазах офицер обивал пороги руководства, политорганов с просьбой направить его для прохождения воинской службы, дальнейшей службы в Афганистан. Член военного совета, начальник политуправления армии, ему говорил, я не имею права тебя туда послать, у тебя жена беременна вторым ребенком, ты не имеешь квартиры, как я тебя туда пошлю? Он отвечал, моей жены, мама, работают в исполкоме, она уже решила вопрос, чтобы нам дали квартиру. Врал, напропалую, придумывал все, что угодно, лишь бы его не отговорили. И последним его аргументом были слова, я коммунист, и вы не имеете права отказать мне в выполнении интернационального долга. И он был не один. К сожалению, этот офицер погиб, и пришлось мне видеть, как его отправляли грузом 200 в Союз. Но это как показатель отношения наших военнослужащих к выполнению интернационального долга. Такие примеры могу привести не только я. В разных родах войск военнослужащие совершали, проявляли массовый героизм. Это касается не только войск специального назначения, которые постоянно принимали активное участие в проведении специальных боевых операций. Это сопровождение колонн, это нахождение в условиях постоянной боевой готовности, это возможные обстрелы со стороны отряда вооруженной оппозиции. И наши военнослужащие, как правило, в большинстве случаев вели себя как представители страны, которая пришла на помощь братскому народу. Когда местные жители узнавали, что на территории подразделения место постоянной дислокации, которое находится рядом с Кишлаком, есть врач, они несли своих детей. Они обращались за помощью сами. Наши врачи оказывали помощь местным жителям по любому вопросу. Когда в ходе спецоперации бывали случаи, что появлялись раненые среди местного населения, наши солдаты, наши офицеры, наши прапорщики отдавали последние запасы промедола, бинтов, ваты для оказания помощи местным жителям. И воины ислама не смогли остаться равнодушными к этому. Они провели четкую грань между тем, с кем воевать. И прекрасно понимали, что если станет вопрос о действиях против местного населения, советские солдаты с местным населением воевать не будут. К сожалению, сейчас очень часто, спекулируя на цифрах наших потерь в Афганистане, говорят о том, что вот разве можно оправдать гибель 15 тысяч человек? Гибель одного человека оправдать нельзя. И горе матери, жены, детей, родственников, конечно, безмерно. Но люди, которые занимаются такими спекуляциями, могли бы обратиться к другим цифрам. За год на территории Российской Федерации не Советского Союза, а только Российской Федерации, бывшего теперь уже Советского Союза, не на территории Республик бывшего Советского Союза, только на территории Российской Федерации от афганского героина ежегодно гибнет порядка 30 тысяч наших молодых людей. Откуда это пришло? После того, как наши войска вышли из Афганистана, героизм потоком хлынул в Республике бывшего Советского Союза, это Узбекистан, это Таджикистан, это Киргизия. И в основном через территорию Таджикистана, Узбекистана хлынул к нам. Вот 30 тысяч в год. За 1988 год в Афганистане погибло порядка 800 военнослужащих на войне. А за 2008 год по данным Министерства обороны только от одних происшествий и преступлений в вооруженных силах Российской Федерации погибло на 10 человек больше, чем за год войны в Афганистане. Эти цифры можно сопоставить? За 10 лет войны в Афганистане с территории Украины было среди тех молодых людей, которые были призваны на войну в Афганистане, погибло 1700 человек. А за одну, за один год в 1993 году самостейной независимой украинево армия самостейной независимой Украины погибло на 120 человек больше. И не было никакой войны. Даже сами афганские жители и те, кто воевал против нас, у них не поворачивался язык назвать нас оккупантами. Они не могли, у них не было оснований и не было фактов уличить советских солдат в мародерстве. Они понимали, что с мирными жителями советские солдаты не воюют. И если в кишлаке окружали и запирали банду, то давали возможность уйти всем мирным жителям. И бандиты душманы понимали, что их не выпустят. Они оставались воевать, но советские солдаты мирных жителей не трогали. На войне бывает всякое. Бывает, что гибнут мирные жители. Это война. Но эту войну вели не мы. Фактически с нуля была создана афганская армия, которая была оснащена по последнему слову техники. И если в наших тех же танковых войсках на территории Советского Союза на вооружении стояли танки Т-54, Т-64, то в афганской армии Т-72, которые на тот момент являлись если не лучшими, то одни из лучших в мире. Автоматы калашникова китайского производства, которые были на вооружении душманов, в армии Афганистана их не было, потому что после стрельбы двух-трех магазинов он просто начинал плеваться, пули вываливались из канала ствола и дальше не летели. Сталь не та, технология не та, а афганская армия была вооружена лучшими в мире автоматами калашникова. Офицеры афганской армии обучались в наших военноучебных заведениях. Это тоже помощь, это тоже вклад в дело, которым мы можем и вправе гордиться. Политика вещь ну, я хотел сказать, она тонкая, но скажу по-другому. грязная. Когда принимали решение о выводе наших войск из Афганистана, даже не посмотрели на то, сколько денег мы туда вбухали. Мы же щедрые, мы добрые, мы вложили 50 миллиардов долларов, ну и ладно, и оставим все. Так вот, после вывода наших войск из Афганистана, уже не было Бабрака Кармаля, руководил страной доктор Наджибулла, который объявил политику национального примирения, еще три года на основе тех запасов, которые сделали мы, на основе той армии, которую с нуля создали при нашей помощи и поддержке, они сдерживали отряды вооруженной позиции, и талибы ничего не могли сделать. И только после того, как мы ушли оттуда, а фактически предали наших афганских друзей, через три года с тем, что было построено, сделано, было покончено. Даже наличие диплома об образовании, полученного в высших учебных заведениях Советского Союза, являлось в лучшем случае волчьим билетом, в худшем пропуском на тот свет. Все то, что связано было с Советским Союзом, выжигалось каленым железом. Когда господин Горбачев принимал решение, ратовал за вывод наших войск из Афганистана, основным аргументом было то, что мы выйдем оттуда, и главная наша цель не допустить присутствия там американцев. Мало кто знает, что уже формировалась группировка войск, американских войск, которая должна была до 79-го года, до момента свержения режима Хафизулы Амина, войти на территорию Афганистана. Мало кто знает, что на территории Пакистана уже была завезена и в Таре складирована станция разведки заоблачной радиолокации, которая от Термеза и Кушки до Новой Земли с юга на север и от Урала до Курильской гряды с запада на восток контролировала бы все, что взлетает и садится на территории Советского Союза. Ввод кроме политических целей ввод наших войск на территорию Афганистана был необходим, он был оправдан, он был объясним. После вывода наших войск ни у кого не повернулся язык сказать, что армия проиграла. Мы не проиграли, проиграли политики. Когда с одним из уже ветераном вооруженных сил большого высокого звания разговаривал, он говорит, вот мне становится обидно, когда мне говорят, что вот вы военные прозевали развал, распад и прочее, прочее. Я говорю, вы знаете, а вот мне не обидно. Я эти слова по отношению к себе не воспринимаю. Советские войны ничего не прозевали. Это вас мы выбирали на партактивах, на конференциях, вас мы выбирали депутатами, чтобы вы представляли наши интересы. Нам некогда было этим делом заниматься, мы воевали, а вы прозевали. Так вот, советская армия в Афганистане ничего не проиграла. Мало того, она приобрела ценнейший опыт ведения противодиверсионной, противоантипартизанской войны, который, к сожалению, в большинстве случаев оказался новым руководителям не нужен. Я думаю, что под этими словами может подписаться очень большое количество военнослужащих, прошедших суровую школу Афганистана. Я знаю офицеров, которые уходя из Афганистана плакали и говорили, здесь осталось два не самых худших года моей жизни. Той сплоченности, той взаимовыручки, той атмосферы взаимопонимания, доверия друг к другу, наверное, больше никогда уже не будет. И последующие локальные войны и военные конфликты, которые проходили на территории бывших республик Советского Союза, Чеченская первая и вторая кампания, не показали разницу между тем, что из себя представляла советская армия и тем, что представляет ныне российская армия. К сожалению, сравнение не в пользу последней. Следующая передача мы поговорим о итогах афганской войны и я расскажу о некоторых судьбах офицеров, как сложилась их дальнейшая жизнь после вывода из Афганистана, после окончания афганской войны. Афганской